Ставлю помпу, здесь почистил, обезжириваю посадочную и обезжириваю саму помпу. Обычный обезжириватель, чтобы герметик хорошо схватился. В ремкомплекте почему-то прокладки нету, а старая прокладка здесь. Помпу, видать, меняли, отсутствовала, сидела на одном тоже герметике. Держит нормально. Серый герметик ABRA 3,9. Наношу его на помпу тоненьким слоем, размазываю и перекручиваю. Толстый слой здесь не нужен, здесь плотненько встает. Две шпильки эти являются направляющими. Вот здесь вот идет. Двигатель перевернутый, забыл куда ставиться. и подтягиваем. Собираем поршня. Кольца поршневые оригинал 13-0-11-28-110. лапша, пружинка, верхний номер один. Это маслосъемная, это номер два компрессионная. Так, одеваем пружинку. Ну, у этих колец у них разницы нету, ни обозначения буквенного нету, какая сторона куда идет. Поэтому берем, ставим. Замок у меня здесь, этот с другой стороны ставлю. Также второе кольцо. Также второе кольцо. Т2 обозначение надписью вверх. Здесь вот она, рабочая кромочка. Кстати, я не показал еще, как она в цилиндрах ложится. Беру новое кольцо, верхнее компрессионное и беру старое кольцо. Ну, что, пробуем. Это вот новое кольцо. Протолкнули его поршнем ровненько. Вот уже эта рабочая кромка. Чуть-чуть пониже. Вот так вот. А это вот старое кольцо. А вот теперь смотрите разницу в тепловом зазоре. У нового кольца и у старого кольца никакой. Я уперся на этот демиксид. Никакой демиксид, никакая промывка не заменит новые кольца. Если бы можно было залить с промывкой новые кольца и автомобиль бы поехал нормально, конечно, было бы шикарно. Сейчас разницу в зазоре померю. Взял щуп и сейчас попробую поймать какой там у нас зазор. Так, единица не лезет. 0,8 попробую. Не лезет. Так, 0,6 попробую. Вот 0,6 лезет. 0,6 даже со свистом. 0,65 попробую. Так, 0,65. Ой. Вот 0,65. 0,65 лезет. 0,7 попробую. Да, 0,7 уже не лезет. О, нет. Я просто его не ровно толкал. Вот он. 0,7 пролетает. Так. 0,75. 0,75. Попробую его. Да. Вот. Да. Плотненько. Вот. 0,75. Ну-ка еще раз 0,8 попробую. Я думаю уже не полезет, но попробовать можно. Нет, 0,8 не лезет. Зазор на старом кольце 0,75. Зазор на новом кольце. Сейчас попробую. Поставлю 0,35. 0,35. Поставлю 0,35. 0,35. 0,35 проходит. Туго, но проходит. Ставлю 0,4. Вот. Так. 0,4 проходит. Ставлю 0,45. А вот 0,45 уже не проходит. Ну, туго протянул. Вот так вот. Туго протянул. Вот разница по кольцам. Ну, а теперь собираю поршня дальше. Так. Ставлю второе кольцо. Аккуратненько, чтобы не поломать его. И ставлю. Так. А на первом кольце маркировки нету. А нет. Есть буква Т. Так. И вот с этой стороны ставлю. Все. Поршень зарядил. Заряжаю остальные. И устанавливаем. А еще покажу вкладыши R724A. Стандарты. Ставим сразу вкладыши в шатун. Протираем крышки. Вытаскиваем с шатуна. Протираем там. И вставляем новые вкладыши. И вставляем новые вкладыши. Новый вкладыш в крышку. И новый вкладыш в шатун. Пока я его не смазываю. Когда буду ставить, мы его смажем. Собираю остальные. Кольца я установил. Смазал их маслом. И поршень, и кольца. Маслосъемное кольцо я ставлю. Вот сюда. Вот так вот в бок. Масло с температурным зазором. Это сюда. А это по центру. Смазал вкладыш. Точка у нас это вперед смотрит. Зажим. Устанавливаю. И потихонечку сжимаем. Чтобы кольца у нас аккуратненько сжались и не сломались. Кольца. Выравниваем. И поджимаем. По шатуну у нас ровно стоят, по поршню у нас ровно стоят. Думаю все нормально. Беру молоток и потихонечку... Все, поршень у нас ушел. Снизу поправляем шатун. Поворачиваем. Смазываем крышку. Брызну маленько в вал. Здесь есть направляющие. Также на крышках указано направление вперед. И наживляем. Установил все поршня. Теперь затягиваем крышку. На всех шатунах усилие 24,5 Нм. Подтягиваем и затягиваем. Поворачиваем. Вал выставил. Теперь можно затянуть. Поворачиваем крышку. Поворачиваем крышку. Поворачиваем крышку. Будем использовать оригинальный. Девяносто триста одиннадцать восемьдесят девять ноль десять. Размер сальника идет... а нет здесь размера сальника не указали его на этом продукте фирма ног указано вращение указано размер не указан ладно сальник я установил берем сюда новое уплотнительное кольцо стоя кольцо я достану из ремкомплекта ремкомплект мы взяли фирмы арестик 1 az fse номер его идет еф так где-то он здесь должен быть еф 3 0 80 виктори 1 здесь вот колпачки идут сальники идут но не колпачки не сальники мы использовать не будем а все остальное мы будем использовать при установке и здесь же должно быть вот это резиновое колечко распечатываем и достаю протираю обезжириватель протираю полу поддон с камерой разговариваю на нашу герметик начал намазывать камера отличилась наносим герметик размазываем его и устанавливаем полу поддон слой здесь толстый не нужен все тоже встает плотненько поэтому тоненьким слоем все намазываю Вот это соединение к сальнику тоже посильнее подмазываем, чтобы на сальник заходил. Вот оно колечко, устанавливаем обязательно, без него не ставим и закрываем. Наживляем болты, также не забываем про этот болт, который у нас находится под штуцером масляного фильтра. Вот он. Подтягиваем. 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 вот и все полуподдон мы поставили теперь мы устанавливаем на место маслонасос и в маслонасос налью маленько так маслонасос нет я через этот через заборник налью добавил сюда масло сейчас найду прокладочку и устанавливаем маслонасос прокладка металлическая профилирована поэтому герметиками и не мажем устанавливаем устанавливаем насос и перекручиваем берем новую цепочку на маслонасос звездочку коленвала я снял вот у нас метка стоит она по торцу цепочка на маслонасос идет 13 507 28 010 вот такая новенькая с двумя метками метка здесь и метка здесь когда снимал цепочку гайку я открутил снимаю звездочку отвожу натяжитель я его не снимал завожу цепочку ставлю ее здесь на звездочку пометки вот он зуб одеваю звездочку пометки вот так вот одеваю на вал маслонасоса отпуская вот здесь у нас штифт ну как прорезь чтобы она у нас оделась нормально а теперь можно закручивать гаечку головка на 14 поставлю когда маховик я ее подтяну все цвет маслонасоса мы установили можно устанавливать маховик на маховике я делал свои метки и на коленвале устанавливаю шайбы по этим меткам и наживляю болты и за это показывает шайбы по поднямке что у меня? буду. кто-то. года. затягиваем маховик я затянул и поставлю сразу масляный фильтр чтобы грязь не попадала фильтр буду использовать фирмы вик c113 масло пока в него наливать не буду резиночку маслом смажу хотя нет и наверно масло маленько добавлю пусть пропитается элемент масло тойотовская оригинальная 540 вот такое вот масло тойота 540 оригинальный номер его идет сейчас скажу 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 08 880 80 375 он же обозначается вот штрихом маленько наливаю фильтр он впитается в элемент там ничего бежать не будет и также маслом смазываю резиночку чтобы нам мягенько было затянуть все все что я масло влил его нет она все впиталась в элемент рассухариваю головку зажал ее в тисках через фанеру точнее осб струбцину зарядил по размеру берем ее сжимаем и снимаем сухарики магнитиком вот оба сухарика на магните ослабляем и убираем пружину с чашкой и клапан а рассухарку передвигаем на соседнюю камеру то есть камера это же на соседний клапан пружина чашка клапан в таком состоянии клапан внутри клапана по крайней мере впускные по прилеганию нормальная но немножко я их взбодрю по сальнику клапан практически не держится и таким образом рассухариваю все сейчас возьму выдерну колпачок такие у меня щипцы для колпачков хватаем его и поворачивая выдергивая колпачок все колпачок дубовый я его ногтем сжать не могу продолжаю а потом будем притирать вот в таком состоянии клапана впускные выпускные чуть-чуть получше беру очищаю и будем притирать приобрел себе вот такую ликоту АТТА-1401 пневматическую приспособу для притирки клапанов ну и попробую как она работает еще ни разу не пробовал возьму притирочную классическую классическую притирочную пасту есть еще профессионал синие и наношу на клапан здесь видно на клапане темный налет ну и пробуем ну и пробуем Интересная штука С одного применения Практически По всей площади Появился Нормальный Рабочий Налет И на клапане тоже И на направляющий Тоже, не только на клапане Еще раз намажу Сейчас Приноровлюсь Насколько она облегчает Насколько она Насколько она Насколько она И вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok На пятом клапане уже приловчился работать этим пневмопритиркой Когда она бьет туда-сюда, а чтобы провернуть ее, я немножко от центра смещаюсь и она начинает крутить клапан Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вообще шикарно облегчает работу. Продолжаем.